Всем привет! У многих начинающих огородников часто возникают проблемы при выращивании рассады томатов. И сегодня расскажу про основные ошибки при посеве томатов на рассаду, а также способы их устранения. Начнем с грунта для посева семян. Именно от его качества зависит здоровье и нормальное развитие рассады. На начальных этапах, когда у рассады томатов появились только лишь семядольные листочки, она нуждается в питании в минимальном количестве. Но как только появляются уже настоящие листья, развивается более сильная корневая система, томаты нужно кормить сбалансированно. Если в почве не будет хватать какого-то элемента питания, либо микроэлемента рассада будет страдать. Грунт должен быть легким, питательным и рыхлым. В грунте должны присутствовать как основные элементы питания азот, фосфор и калий, также и микроэлементы. Например, при недостатке фосфора будут страдать более нижние листья. Они начнут желтеть, а затем и опадать. Рассада будет выглядеть угнетенной, светлого цвета и плохо развиваться. Затормозится ее рост. Если у рассады томатов не хватает фосфора, то нижняя сторона листьев приобретет пурпурный оттенок, либо фиолетовый. Корневая система может и вовсе отмирать. Рассада опять же затормозится в росте и развитии. А при недостатке калия начнут подгорать более нижние старые листья. По краю листа будет появляться краевой ожог. Могут на листьях также появляться и небольшие крапинки, некрозные пятна. И затем листья также будут усыхать. Очень часто рассада страдает также и от нехватки микроэлементов. От недостатка бора, цинка, магния и так далее. И различные у этих недостатков признаки. Как правило, они также проявляются на листьях. При выборе грунта обязательно прочитайте его состав. Обратите внимание, обогащен ли он основными макроэлементами, микроэлементами и в каком количестве там добавлено удобрение. Большинство покупных грунтов, кстати, на основе раскисленного верхового торфа. Но такой торф не всегда в достаточной степени обогащен питанием. Первоначально рассаде там питания хватит, но в дальнейшем, когда рассада уже подрастет, ей начнет чего-то не хватать. Можно улучшить вот такие торфяные субстраты. Значит, как их можно улучшать? Во-первых, можно добавить биогумус. Биогумус, если вы знаете, это вермикомпост, продукт переработки органики дождевыми червями. Так вот, в биокомпосте очень много различных элементов питания и микроэлементов. Причем добавление биокомпоста, улучшая структуру грунта, делает его более рыхлым, легким и обеспечивает рассаду на очень длительный период питания. Приготовить такой грунт достаточно несложно. Возьмите одну часть раскисленного верхового торфа, субстрата на основе этого раскисленного верхового торфа и одну часть биогумуса. Допустим, возьмем за час и там 5 литров грунта на основе торфа и 5 литров биогумуса. Все это вместе смешиваем и в дополнение на 10 литров грунта можно внести 2 стакана древесной золы. Почему нужно вносить золу? Потому что зола раскисляет субстрат и в то же время обогащает субстрат полезными макро- и микроэлементами. Особенно внесение золы полезно при использовании именно торфа. Потому что производители могут заявлять одну кислотность pH субстрата, но на практике очень часто кислотность не соответствует заявленным показателям. И в кислом субстрате рассада начинает страдать. Очень часто проявляется тот же железный хлороз. Поэтому небольшое количество золы никак не навредит вашей рассаде. Хотя томаты любят слабокислую почву pH 6,6-6,5, но 2 стакана золы на 10 литров существенно не защелочат почву. И рассада будет полноценно развиваться. Еще одна проблема при выращивании рассады, которая может появиться, это заболевание. И зачастую болезнь появляется при пренебрежении обеззараживанием грунта. Многие огородники не считают эту процедуру необходимой. Взяли какой-то субстрат, либо грунт собственного производства, и посеяли семена на рассаду. А потом начинаются проблемы. Различные бактериозы, черная ножка, плесень и так далее, и так далее. Все, что угодно может из грунта погубить вашу рассаду. А поэтому в обязательном порядке перед посевом семян грунт нужно обеззаразить. Лучше всего использовать натуральные биологические препараты. Потому что различная химия, либо там проливание кипятком, пропаривание грунта уничтожает всю микрофлору. Как болезнетворную, так и полезную. А биопрепараты, те же триходермы, либо сенная палочка, когда мы вносим их в грунт, они убивают, уничтожают различные фитопатогены. И в то же время делают грунт более плодородным. Обеззараживают его. И в дальнейшем помогают рассаде лучше питаться. Особенно сенная палочка. Когда начинает расти рассада, то сенная палочка проникает в само растение, прямо в ткани растений. И защищает их от различных заболеваний. Сенная палочка также концентрируется в зоне роста корней. И помогает рассаде лучше развиваться, лучше питаться. А например, та же триходерма, она очень быстро развивается. И уничтожает фитопатогены с бешеной скоростью. И также улучшается рост и развитие рассады. Поэтому можете выбирать что-то одно. Либо сенную палочку, либо триходерму. Например, если вам нужно грунт побыстрее приготовить, то триходерма будет и работать быстрее. Хотя бы за две недели до посева семян внесите в грунт триходерму. А сенную палочку можно потом вносить. Например, уже обрабатывать рассаду по листву. И в этом случае конкуренция между триходермой и сенной палочкой будет минимальной. Например, что делать, если вы не внесли ни триходерму, ни сенную палочку? В грунт для рассады. И видите, что с рассадой происходит что-то не то. Возможно, начинает падать, какие-то корневые гнили образовались. То, во-первых, сократите полив, чтобы почва немножко подсохла. А затем возьмите раствор сенной палочки, либо триходермы, и полейте рассаду. Это исправит ситуацию. Еще одна частая ошибка. Это отсутствие обеззараживания семян. Особенно, собственно, собранных. Потому что на оболочках семян могут находиться различные инфекции. Споры различных грибов, которые потом будут поражать рассаду. Обязательно перед посевом семена томатов нужно обеззараживать. Значит, как можно делать? Например, я делаю так. Замачиваю семена в водке. А лучше еще и в спирте. Вот у нас в магазинах, кто знает, продается водка 70 градусов. Вот супер просто средство для обеззараживания семян томатов, перца, да и других культур. Замачиваете семена томатов на 10 минут в этой водке. Затем промываете чистой водой. И можно сеять. А лучше проращивать. Почему я рекомендую проращивать семена? Потому что всходят они гораздо быстрее и гораздо дружней. Значит, как я это делаю? Беру раствор сенной палочки и замачиваю семена. А иногда просто беру тряпочку, увлажняю в растворе сенной палочки и заворачиваю семена томатов на проращивание. Затем уже пророщенные семена высеваю в емкости с грунтом. И они очень быстро всходят. Вот пророщенные семена обычно всходят уже через 3 дня. Кстати, вот кто сеет сухими семенами томаты, могли заметить, что очень часто всходы появляются семенной оболочкой на семядольных листиках. Эти семенные оболочки ни в коем случае нельзя обрывать руками. Вы повреждаете молодые листочки. И затем развитие рассады томатов затормаживается. Нельзя их обрывать руками. Их можно легко убрать обычной водой. Когда на листиках висят вот эти коробочки семенные, возьмите пульверизатор с водой, просто попрыскайте рассаду. И затем они сами листики их сбросят, потому что они размякнут от воды. Обрывать не нужно. Еще одна проблема при выращивании рассады – это плесень. Опять же, возникает плесень от того, что не обеззаразили грунт. Либо залили грунт водой, переувлажнили. Получилась очень влажная среда, не обеззараженный грунт. Где-то спора попала, и все. И образовалась у вас на поверхности почвы плесень. И, конечно, плесень может быстро развиваться, распространяться. И погубит всю рассаду. Значит, если вы заметили, какие-то очаги плесени на поверхности грунта. Опять же, можно внести препараты на основе триходермы. А можно использовать обычную древесную золу. Возьмите чуть-чуть золы и припудрите вот эту плесень, поверхность грунта. И все, развитие этой плесени приостановится. И, конечно, опять же, обязательно, если вот такой грунт мокрый, влажный, сократите поливы. Не поливайте рассаду какое-то время, чтобы почва чуть-чуть подсохла. Не надо заливать рассаду. Потому что при переливе рассады и томатов, и перца возникает ряд проблем. Во-первых, начинают развиваться корневые гнили. Рассада начинает чахнуть, падать. Развивается черная ножка рассады. И очень часто уже рассаду просто невозможно спасти. Иногда бывают и другие моменты. Рассада вроде бы растет. Почва достаточно влажная. Но появляется эодема. Это физиологическое заболевание, распознать которое можно по листикам. Листики становятся бугристыми. Мелкая, сыпь на них такая, как бородавочки появляется. И на листьях перца часто, и на томатах. И затем такие листики могут также отсыхать. Поэтому не заливайте рассаду. Проводите умеренный полив, чтобы почва постоянно находилась в умеренно влажном состоянии. Если вы не понимаете, когда поливать рассаду, то просто возьмите емкость с рассадой в руки и посмотрите. Если она тяжелая, то поливать не нужно. А если уже такая легенькая, то нужно ее полить. Еще одна, к сожалению, очень частая проблема при выращивании рассады томатов, это появление различных вредителей. И опять же, основная проблема, откуда эти вредители берутся, это не обеззараженный субстрат. И вот наверняка вы видели, когда весной у вас растет рассада, и над ней летают маленькие мошки. Называются они сциариды или грибные комарики. Сами по себе эти мошки для рассады вреда не несут, но опасны их личинки. Эти мушки откладывают личинок в верхние слоя почвы, и затем эти личиночки подгрызают корневую систему, и рассада может погибать. Поэтому с мушками бороться все-таки необходимо. Опять же, что можно использовать? Вносите в почву, проливайте рассаду раствором баверии метаризиума, обрабатывайте также рассаду раствором баверии, либо фитовермом. Одной обработки, может быть, и не хватит, поэтому с интервалом в неделю примерно проводите 2-3 обработки, и эти мушки исчезнут. А также, опять, не заливайте грунт, не перевлажняйте, потому что влажная среда – это основная проблема. Разводятся и вредители, и заболевания появляются, и всякие другие проблемы. Поэтому, как я и говорю, сбалансированный полив – наше все. Ну и еще один важный момент – это температура для прорастания семян. Томаты все же теплолюбивая культура, и семена прорастают в теплой почве. Не стоит выращивать рассаду, сеять семена и ставить банки в каких-то холодных помещениях. Чтобы томаты нормально сходили, температура должна быть не ниже плюс 20 градусов тепла, а лучше плюс 23-25. В этом случае всходы быстро появятся. Ну и еще один моментик – это когда уже у вас появятся всходы. Значит, чтобы рассада не вытягивалась, была такой крепкой, коренастой, если есть возможность, подсвечивайте рассаду дополнительно фитолампами трое суток после всходов непрерывно. А затем до 10-12 часов в сутки, и тогда рассада будет лучше развиваться, будет более такой крепкой, коренастой, не будет вытягиваться. Соблюдайте эти нехитрые правила, и у вас будет отличная рассада. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok